Это уже пятая школа по подготовке КИС-специалистов в нашем офисе. Конечно, от школи в школе мы получаем больше опыта. Преподаватели, лекторы меняют методику, пробуют разные варианты и практического задания. Очень много вариантов по заданию приходят с реальных проектов. Уникальность КИС-школы в нашем офисе в том, что школа совершенно бесплатна. Проводим мы ее периодичностью раз в год. Перед этим мы анонсируем на нашем сайте, в блоге, в соцсетях. Для нас важность этой школы в том, что лучших слушателей мы приглашаем на практикантскую программу. Эти люди действительно показывают, проявляют себя хорошо на практике, трудоустраиваются практически сразу в платные проекты, еще будучи на практике. Каждая КИС-школа по-своему интересна, по-своему индивидуальна. То есть люди были активные и в той, и в этой школе. С ними было очень приятно работать. В этой КИС-школе, я должен сказать, что уровень ребят повыше, чем в прошлой, потому что задания были сложнее, мы давали больше англоязычной терминологии. Это позволило нам как-то вовлекти их в интернациональность нашего процесса работы. И ребята, должен сказать, справились. Это позволит нам, когда на практике, мы уже будем с ними работать, быстрее их выпускать, быстрее подготавливать и делать из них лучших специалистов. Очень хорошо видно людей, которые имеют хоть какую-то техническую подготовку, с ними легче работать, но это не панацея техническая подготовка. То есть если человек хочет учиться, хочет освоить профессию, он всегда это может сделать. Мы разбили весь курс занятий на 12 лекций. У нас получилось 11 тематических лекций с практическими заданиями, которые ребята выполняли дома и получали соответствующие отзывы по выполненным заданиям. И последнее 12 занятие был финальный тест, финальный экзамен, который, к сожалению, не все хорошо написали, но зато это нам помогло отфильтровать лучших и отобрать лучших ребят из школы. В этой школе было много перспективных ребят, которые пополнят нашу команду тестировщиков в компании DataArt. Раз в полгода мы обязательно проводим школы. Не обязательно это будет QA-школа, вполне возможно это будет или Java, или Доднет-школа. Приходите, мы вас ждем!